Это спортивные известия, я в студии Алексей Заржицкий. Здравствуйте! Харьковские картингисты завоевали полный комплект наград на втором этапе чемпионата Украины, который состоялся в Киеве. Они заняли весь пьедестал в самом быстром классе машин КЗ-2. Выиграл столичный этап Александр Дерюга, который по сумме трех заездов обошел Алексея Телюка и Никиту Фурнику на 6,14 очков соответственно. Еще два воспитанника клуба «Лидер» Андрея Деница и Кирилл Абсалямов заняли 8-е и 9-е места. Александр Шариков продолжит выпуск. В футбольном чемпионате Украины в первой лиге сегодня стартовал 24-й тур, в котором металлист принимал горняк «Спорт». Объективно изначально шансы харьковчан выглядели гораздо предпочтительнее. Они играли на своем поле и опережали гостей на внушительные 11 очков. Подшефные Валерия Кривенцова и открыли счет. На девятой минуте это сделал Юрий Батюшин, который реализовал пенальти. Горняки стартовую неудачу пережили спокойно. И спустя пять минут усилиями 23-летнего полузащитника Сергея Романова отыгрались. Дальше больше. В середине тайма жители горишних плавней вышли вперед. На этот раз Дениса Сидоренко огорчил другой ховбек приезжей команды Владислав Краев. А вскоре гости получили численный перевес. Металлист 19-25 после удаления Максима Цверенко остался в десятером. Впрочем, харьковские футболисты быстро перестроились и неравенства составов абсолютно не ощущалось. Более того, почти сразу после перерыва хозяева провели два гола к ряду. На 51-й минуте, воспользовавшись подачей Максима Жичикова, мяч в цель отправил Виталий Пономарь. На 54-й уже сам Жичиков поразил прямой наводкой со штрафного девятку чужих ворот. 3-2. В оставшееся время эти цифры на табло не изменились. Металлист 19-25 одержал 13-ю победу. То есть с 46-ю очками остался в таблице на третьем месте. Выше Верес и Черноморец. В центральном поединке 17-го тура чемпионата Украины по футболу среди любителей отношения выясняли единоличный лидер третьей группы Волчанск и четвертая на тот момент команда таблицы Полтавы. Победителя они не определили, да и стартовый счет не изменили. Возможно, не повезло, может, не хватило мастерства. Но в целом к этому матчу вполне применима формула войны. Не было, однако, битва за мир получилась такая, что камня на камне не осталось. Совместными усилиями соперники заработали пять красных и шесть желтых карточек. В первый раз они обменялись удалениями на 34-й минуте. Еще по одному бойцу потеряли на 76-й. С трибуны досматривал игру и главный тренер Полтавы. Нулевая ничья на турниром положении Волчанска не отразилась. Набрав 45 очков, команда Андрея Березовчука единолично возглавляет таблицу. Запорожский мотор отстает на 4 балла, следующий третьим и в Касумы на 6. Элина Светолина потерпела сегодня фиаско на турнире женской теннисной ассоциации с призовым фондом 7 миллионов долларов, который проходит в Мадриде. В стартовом раунде Харьковчанка, посеянная на местном грунте под четвертым номером, встречалась с 40-й ракеткой мира Жильтайхман из Швейцарии и первый сет выиграла без особых усилий, отдав всего два гейма. Однако продолжение банкета не последовало. Во второй партии Светолина позволила сопернице прийти в себя и была наказана 4-6. Отдых, казалось, пошел харьковской теннисистке на пользу. Она повела 5-1, но в дальнейшем, не реализовав 6 матчболов, Элина расплескала свое богатство и потерпела поражение 6-7. Счет личных встреч Светолина и Тайхман стал теперь равным 1-1. Баскетбольный клуб ХАИ вышел в полуфинал чемпионата Украины в женской высшей лиге. В четвертьфинальной серии харьковчанки обыграли Переяслав со счетом 2-1. В решающем домашнем матче подопечные Леоноры Чек были сегодня сильнее с преимуществом в два очка. 86-84. 16 пунктов в харьковской команде принесла центровая Татьяна Дурина. За выход в финал БКХАИ сразится с клубом МОБИ из Броваров. В 37-м туре баскетбольного чемпионата Украины в Мурской суперлигии харьковские соколы встречались с Одессой на площадке соперника. Начало поединка соседи по турнирной таблице осталось за хозяевами, которые выиграли первую четверть с преимуществом в 4 очка, а на большой перерыв ушли с еще более ощутимым перевесом 39-28. Но подопечные Рената Сакури Леонокоса сумели собрать волю в кулак и в третьем игровом отрезке, благодаря результативной игре, Игоря Чумакова, Александра Месяца и Джереми Пейджа сократили отставание до минимума 56-57. Большая часть заключительной десяти минутки прошла в равной борьбе, однако в концовке лучше проявили себя соколы. 79-72 – это девятая победа харьковской команды в текущем сезоне. Эту игру мы выиграли чисто в характере. Тут я просто… Больше энергии выдали во второй половине. Да, попали, потому что больше старались, больше спину ставили взять этот подбор. Было больше желания и с другим характером вышли на игру. В таблице харьковские соколы поменялись с Одессой местами, поднявшись с десятой на девятую позицию. В пятницу они сыграют в Южном с местным химиком. Двукратная чемпионка Европы Ирина Попова одержала две победы к ряду на международных рейтинговых соревнованиях по маунтинбайку в Олимпийском кросс-кантри, которые состоялись в Турецкой Анталии, в которых участвовали спортсмены из десяти стран. В гонке второй категории харьковская велосипедистка обогнала ближайшую соперницу, россиянку Веру Медведеву, на две минуты и заработала 30 рейтинговых очков. Спустя три дня ученица Романа Коробова выиграла гонку первой категории. Александру Ушакову из России, которая заняла второе место, Попова опередила на 59 секунд. Победа принесла харьковчанке 60 зачетных баллов. В мужском кросс-кантри Александр Коняев добыл две серебряные медали и 60 рейтинговых очков. Егор Волков дважды финишировал шестым в юниорских заездах. На этом спортивный выпуск окончен. Удачи вам и новых ярких побед!